Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча, она называется «Истина, не моя собственность». В то время в Индии правил могущественный царь Бимбасар. Он завоевал соседние земли, создав обширную империю, и был таким человеком, который, если что-то хотел, то должен был иметь это немедленно. Он много слышал о Махавире, ибо толпы народа стекались к нему. Однажды Бимбасара спросил своего министра, что есть у этого человека, почему он так популярен? «Истина», — ответил тот. «Я хочу получить истину», — сказал Бимбасара и отправился в Махавире. Когда они встретились, Бимбасар очень уважительно сказал. «Дай мне твою истину, чтобы ты не попросил, даже если ты попросишь все мое царство, я отдам его тебе. В этом заключается моя жизненная позиция. Все, что я хочу, я должен иметь». Махавира рассмеялся и сказал. «Я не могу продавать то, что мне не принадлежит. Истина — это не моя собственность, и вы должны знать, что я тоже сын царя. Я должен был наследовать царство своего отца, но я отрекся от него, чтобы найти истину. Сорок лет я искал его, и вот теперь, когда нашел, вы предлагаете мне взамен царство». Бимбасара был брахманом и не мог не видеть божественный свет, излучаемый Махавирой. Позже он стал также приверженцем Будды, несмотря на то, что оба великих мастера выступали против кастовости. Бимбасара даже отдал Будде своего лечащего врача, знаменитого Дживаку. Однако, будучи человеком пожилым, он то и дело вызывал Дживаку ко двору. Во всем с ним соперничающий царь Прасенжитта был также брахманом и приверженцем Будды. Он предоставил в его распоряжение своего лечащего врача. В те времена сильные меры сего в Индии соревновались друг с другом в стремлении угодить святому человеку. Они понимали, что пока имеют эту возможность, никакие стихийные бедствия не обрушатся на их головы. Отдавая часть своих запасов на пропитание монахов, они рассчитывали на получение хорошего урожая. А добрые дела в те времена были в почете. Вот такая буддийская притча, она называется «Истина не моя собственность». Пока-пока, до свидания.